Привет, мои биатлонные друзья! Дошли у меня руки до того, чтобы поговорить наконец о том, как будет выглядеть тренерский штаб, календарь, то есть то, что обсуждалось на тренерском совете. Информация, она в принципе уже опубликована, и большинство из вас с ней так или иначе ознакомились. Но мне интересно было бы добавить некоторые свои ремарки. Во-первых, мы окончательно пришли к тому, что возвращаемся к классической схеме. То есть эксперименты, когда две конкурирующие группы соревнуются между собой, в общем-то, в этом сезоне закончены. Если сначала объединили мужскую команду под началом Каминского, то теперь и Шашилов, получается, забирает лучших себе и становится полностью руководителем женской сборной. Хотя до этого номинально, я напомню, старшим тренером считался Артем Истомин. Но результаты этого сезона показали, что Шашиловская группа выиграла его в одни ворота. И, конечно, концовка, немножко смазанная, опять же, связанная с объективными причинами, как говорил Михаил Викторович, что в Тюмени его спортсмены отравились. И, в общем-то, были определенные проблемы. Ну и концовка, концовка. Готовились-то все-таки к Спартакеаде, и Спартакеаду выкосили-то отлично. И получается, что штаб, наше руководство, все-таки будет готовиться к Олимпиаде в Турине в надежде, что нас туда допустят. И с этой целью происходит такой переход к классической схеме. Ну, это принцип «делай, что должно, а будь, что будет». Я лично не верю в то, что мы в Турине будем выступать в каком-либо приемлемом статусе. Но, с другой стороны, выхода нет. Надо развиваться, надо стремиться к чему-то. Вдруг изменится геополитическая ситуация, и наступят какие-то мирные договоренности. Всякое может произойти. Поэтому, наверное, да, это логичный ход. И логично то, что Шашилов будет возглавлять женское направление. Хотя, еще раз повторю, много раз его критиковал, когда он был старшим тренером сборной. За неоднозначное отношение к спортсменкам. И сейчас я уверен, что не все сильнейшие пойдут тренироваться к Шашилову. В основном сохранится его группа. Может быть, кто-то еще добавится, кто захочет. Кто-то уйдет на самоподготовку. Кто-то останется во второй команде. Но, с другой стороны, они как бы и по статусу получаются во второй команде по своим результатам. Потому что Шашиловские как раз первые. Но, так или иначе, он будет вести женскую сборную за собой. И, наверное, в этом есть логика. Что касается мужской команды, там тоже, я думаю, не все будут сильнейшие тренироваться с Каминским. Мы имеем союз трех биатлонистов. Возможно, отколется кто-то еще. Опять же, ситуация, какой статус будет у Халилии Серохвостова, мы не знаем. Но, так или иначе, СБР дает в этом плане свободу. То есть, спортсмены могут готовиться самостоятельно, если имеют на то желание. Вопрос возникает с резервными командами. Кто будет там? В женской команде, скорее всего, останутся Норицын и Истомин. И в этом возникает как раз большой вопрос. Потому что работа тренерами была провалена в этом сезоне. Уверен, что если бы команда выступала на международном уровне, и они несли ответственность за какие-либо международные результаты, которые получились бы плачевными, то уже и статус их в национальной команде был бы совсем другим. Но в нынешней ситуации тренерам дают еще один шанс. Тем более, молодой тренер Истомин наверняка какой-то эксперимент попробовал неудачный, но имеет право на эксперименты в такие вот переходные времена. С этой точки зрения тоже понятно. Хотя у меня лично возникает сомнение в том, способен ли этот тандем развивать молодежь. Потому что мы видим, что Гришина и Зырянова, которые к ним попали, где-то там пробежали по одной хорошей гонке, и, в общем-то, на этом все закончилось. То есть какого-то заметного прогресса нет. Если говорить о результате команды в целом, то наблюдается полная деградация у всех, кроме Гореевой, которая осталась на прежнем уровне. Но в случае с Гореевой мы имеем 25-летнюю, перспективнейшую спортсменку, у которой сейчас самый период роста. И она должна была бы сделать шаг вверх, ну-ка, по крайней мере, не меньше, чем Наталья Шевченко. Этого шага не произошло, и поэтому ее результат на том же уровне – это не заслуга, скорее, а не доработка тренерского тандема. Поэтому вопрос о второй команде, о том, кто ее должен тренировать, тут я бы все-таки поставил под сомнение. Что касается мужской сборной, здесь тоже не все однозначно. Кто будет возглавлять резервную команду? Башкиров, то есть снова у него будет группа, но только спортсменов попроще. Или же пригласят какого-то другого тренера. Это тоже, как бы, вопрос дискуссионный. Башкирову вопросов меньше. Он работал, я считаю, на достойном уровне. И, по крайней мере, как тренер резервной команды, команды Б, я считаю, достойно работать. Кроме того, возникает вопрос с тренером Падиным. Прекрасно мы видим, что прогресс шашиловской группы сопряжен с приходом этого специалиста в нее. Не отрицая заслуг Михаила Викторовича, нужно сказать, что и Андрей Падин провел колоссальную работу. Он прекрасный методист. Мы видели его результаты в белорусской команде. Мы видим его результаты в нынешней женской сборной. И, безусловно, его приход усилил эту группу. Но должен ли существовать в таком виде тандем? И правильно ли это делать? Это тоже вызывает вопросы. Потому что, когда Падин работает помощником Шашилова, это выглядит у меня примерно, как если бы Юрген Клоп работал помощником у Жозе Мауринью. То есть, два сильных тренера в одной команде, оба из которых достойны быть единоначальниками, вести свое направление и могут иметь разные взгляды на определенные вещи, это может быть не совсем целесообразно с точки зрения распределения тренерских кадров. У нас и так не так много сильных тренеров, чтобы ставить двух из них в одну группу. Поэтому, может быть, Падину имеет смысл отдать какое-то направление либо мужской команды, вторую группу, либо женской команды. Опять же, если ставить вопрос о том, что Норицына и Истомина убирать. Но в таком случае, тут как бы девчонкам будет сложнее, потому что я знаю, им нравятся там Норицын и Истомин, что с ними комфортно работать. А Падин, он тренер достаточно тоже жесткий, как и Шашилов. Но, с другой стороны, тренер эффективный и способный развивать молодежь. И, возможно, если ему отдать новых спортсменов, которых привлекать в основную группу, он сможет добиться с ними большего прогресса. Опять же, если говорить о вновь пришедших молодых спортсменках, кто у нас проявил себя лучше всех на Спартакеаде, это Юлия Шеллер. Она, опять же, работала как с региональной командой, так и с группой Шашилова-Падина. Поэтому здесь мы видим скорее то, что прогресс молодежи идет именно там. Да и Наталья Шевченко, в принципе, молодая спортсменка еще, хоть и не юниорка, но, скажем так, развивающаяся, растущая. И ее прогресс, это, безусловно, тоже заслуга этого тренерского тандема. Еще одно интересное направление – это юниорская сборная. Какой будет ее состав? Как мы видим, по результатам первенства России этого сезона, спортсмены, которые готовились централизованно в составе юниорской команды, зачастую почти полностью проиграли спортсменам, готовящимся с регионами. Многие регионы, наоборот, не пожелали отдавать туда своих спортсменов. Поэтому возникает вопрос, соответственно, к штабу юниорской команды, что там нужны какие-то перестановки. Может быть, стоит приглашать других специалистов для непосредственно этой работы. Я не берусь судить о том, насколько эффективно руководит Владимир Брагин. Я считаю его специалистом высочайшего класса, но при этом, как говорится, результат на табло. Поэтому, может быть, ему стоит как-то изменить свой тренерский штаб, ну и пересмотреть какой-то свой подход. К нему также, естественно, имеются вопросы. Что касается календаря. СБР раньше начинает сезон, и я считаю, это совершенно правильный шаг, потому что в хантах мы видим, холодает рано, и поэтому просто, чтобы избежать наступления холодов, нужно раньше начинать сезон. Да, я читал интервью Александра Пака, где мой коллега Гончаров задавал ему вопросы, что, дескать, это вы, чтобы МЛКБ не проводили там свои старты. Да при чем здесь МЛКБ? В данный момент МЛКБ меня не интересует совершенно от слова совсем, потому что этот проект оказался не тем, чем заявлялся изначально. Он не был ни международным, ни был клубным. Это просто очередной коммерческий турнир с участием российских и белорусских спортсменов. Зачем он в таком случае нужен? Зачем нам нужно вообще плодить турниры? Я наоборот говорю о том, что нужно объединять Кубок России и Кубок Содружества в единое соревнование. Хотя руководители СБР со мной в этом не согласны, и говорят, что есть объективные факторы, которые этому препятствуют. Но я считаю, что выходы надо искать. И по крайней мере развивать эти два Кубка. Очень хорошо, что один из летних Кубков Содружества перенесли на зиму, потому что разыгрывать турнир в рамках все-таки зимнего биатлона было бы более правильно. И это было пожелание самих спортсменов и регионов. И также важный момент то, что количество стартов в Кубок Содружества должно быть гораздо больше. А будет, конечно, и Кубок России, и Кубок Содружества. К сожалению, объединение это все останется лишь в моих сладких мечтах. Но, тем не менее, создавать еще при этом третий турнир, непонятно с какой целью, непонятно для чего предназначенный, и какие имеющиеся спортивные, не коммерческие, я подчеркиваю, а спортивные задачи, я в этом смысла не вижу. Поэтому в нынешнем виде, тем более, если должен и быть переход на клубный биатлон, инициатива должна исходить от СБР, а не от какой-то компании, которая занимается какой-то самодеятельностью. Причем с нового года на официальном телеграм-канале практически никакой информации о данном проекте нет. Таково мое мнение. Вы можете в комментариях соглашаться с ним, не соглашаться, но так или иначе подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на мой телеграм и не заходите на штрафные круги.